МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2-го числа, я думаю, мы примем чемпионат Беларуси 2-я лига так, как положено. Возвращение на торпедо. В Могилёве снова две команды играют в чемпионатах страны. Думаем, что сегодня покажем хороший результат. Финальный этап Олимпийских дней молодежи по волейболу проходит в Могилёве. За итоговые места борются семь команд. Колено! Колено! Кубок Золотого Льва разыграли в Могилёве. Об этом и другом далее в программе «Спорт М». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наступает месяц мая, дошла очередь и до открытия футбольного сезона во второй лиге чемпионата Беларуси. Где Могилёвщину будут представлять сразу три клуба. Один из них, Могилёвская торпеда, будет играть на одноименном стадионе. Спустя шесть лет большой футбол возвращается на легендарная торпеда. Этой поляне 40 лет помнит еще союзные времена. Порой выручала Могилёвский Днепр, когда «Спартак» был на реконструкции. Здесь начинал свою историю и заканчивал совет. Но вот с 1999 года матчи чемпионатов страны ушли с этой арены. Ну а вот с этого года торпедовцы, которые возрождаются, которые, наверное, хотят чего-то добиться, молодые поколения, ну, наверное, будут играть здесь. Во всяком случае, 2 мая открывается чемпионат второй лиги, где торпеда Могилёв будет принимать участие. И она будет играть у нас. Сегодня на торпеды идут последние приготовления к открытию футбольного сезона. Поле укатано, днями будет подстрижено, установлены ворота. Ну а новая команда зовет поддержать. Уважаемые любители футбола, после 15-летнего перерыва приходите нас поддержать. 2 мая стадион «Торпеда» в 17.00. «Торпеда» – команда твоего города. О других спортивных событиях в области на выходных мы расскажем в рубрике «Эмо Уикенд». А пока о том, что вы, возможно, могли пропустить. Волейбол – Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь. В Могилеве на паркете спортивного комплекса «Олимпийск» играют 16-летние девчонки. Тот возраст, когда лучше уже попадают на заметку тренеров взрослых команд. Ну вот в Гродно, например, 4 человека уже в основе в взрослой команде играют. Хотя вот они по результату пока не очень удачно выступают. Из Минска тоже девочки подключаются, две уже по взрослую команду. Все команды практически, практически одного уровня. Чуть-чуть больше, чуть-чуть. Единственная беда, что уже многие дети играют в клубах, и они не успеваются именно к этим играм сыграться. Сборы там 5-6 дней, если выделяются, то этого недостаточно, чтобы была командная игра. Отсюда и результаты. Витебская область во второй день соревнований уже на равных сражается с Минском. Хотя днем ранее без проблем проиграли представительницам Брещины. В свою очередь хозяйки последнего этапа этих соревнований рассчитывают только на пятое итоговое место. Не добрали очков в некоторых играх и на пьедестал в этом году уже не попадают. В первом туре, наверное, не хватило командного духа. Мы смогли объединиться, найти единое целое все-таки. А сейчас мы это более-менее нашли. Вот, поэтому думаем, что сегодня покажем хороший результат. Кстати, поддержать девчонок вы еще можете 1 мая, последний день соревнований. Приходите в Олимпиад. В Могилевской области планируют построить две мини-площадки для гольфа. Местные власти рассчитывают реализовать этот проект с участием литовских инвесторов. Такую информацию озвучил председатель Могилевского облсполкома Владимир Доманевский по итогам встречи с чрезвычайным и полномочным послом Республики Литва в Республике Беларусь Эвалдасом и Гнатавичусом. Предварительно местным расположением одной из этих площадок выбрали будущий Подникольский парк в Могилеве. Сегодня идет обустройство этой территории. Это будет очень хорошая зона отдыха для могилевчан. И то, что сегодня видите, это только еще начало. Бобруйский хоккейный клуб «Динамошинник» в следующем сезоне получит новое название «Динамо Бобруйск» и сыграет в экстралигии открытого чемпионата Беларуси. Решение о допуске «Динамо Бобруйска» в экстралигу было утверждено на прошедшем недавно заседании исполкома Федерации хоккея Беларуси. Получившая новое название команда останется базовой для молодежной сборной страны. В официальном клубном сообщении отмечается, что экстралига является более конкурентным турниром по сравнению с молодежной хоккейной лигой. Ожидается, что выступление команды в белорусском чемпионате позволит повысить уровень подготовки молодых игроков. Вот уже шестой кубок «Золотого льва». Соревнования по муай-тай в Могилеве с каждым годом набирают популярность. Из турнира местного городского уровня он уже превратился в крупнейшие республиканские. Здесь выступают чемпионы мира и Европы, известные мастера из России и Беларуси. В этом году в рамках кубка прошло и первенство страны среди юношей. Опыт со временем приходит. Не сразу так можно учиться. Давно занимаешься? Четыре года. Успехи какие? Призер кубка мира, чемпион республики. Как оказался мой тай? Ну, захотелось заняться спортом, не хотелось сидеть дома. Игорь боец с характером и очень мужественный. В первом же бою получил травму ноги, однако с дистанции не сошел. Продолжил поединки в ринге. В итоге победитель первенства. Два боя провел с этой ногой. Но в финале как удалось победить? Я считаю, что бой был очень сильно равный. Судьи мне отдали. Ну, заслуженно? Я думаю, да. Всего на Кубке Золотого Льва было разыграно несколько десятков титулов в разных весовых и возрастных категориях. И многие позолоченные статуэтки отправились далеко за пределы Могилева. Эти выходные будут богаты на спортивные события. Самое важное из них на взгляд программы «Спорт М» – это серия полуфинальных матчей чемпионата страны по баскетболу. В Могилеве на площадке спорткомплекса «Олимпиец» Борис Фенкаласы сражается с самой известной командой страны – Минске Мицмоки. Первая игра идет прямо сейчас. Вторая завтра в пять вечера и третья в субботу в час дня. Не пропустите. Далее футбол. В высшей лиге «Бобруйская Белшина» принимает на родном «Спартаке» Новополоцкий-Нафтан. Это будет игра третьего тура. А днем ранее две из трех второлиговых команд «Могилевщины» стартуют в сезоне домашними матчами. О «Могилевском торпедо» уже говорили. 2 мая свою игру проведут и осиповичи. Международный турнир по скоростной радиотелеграфии «Кубок наций» пройдет с 1 по 5 мая в деревне Полыковича Могилевского района. Участие в соревнованиях примут 70 спортсменов из 8 стран. Беларуси, России, Швейцарии, Болгарии, Сербии, Македонии, Молдовы и Италии. Беларусь на соревнованиях представят две команды – надсборная страны и дружина Могилевской области. Победители турнира определят в командном и личном зачетах. Открытие соревнований состоится 2 мая в 9 часов утра. На сегодня все новости. Это была программа «Спорт М». Хороших вам длинных выходных и увидимся на «Беларусь-2» уже в понедельник. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!